Павел Билинский и с вами Бегущий Человек. Бачок Медведева продолжает подтекать. Медведев угрожает покинувшим РФ законам военного времени. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале и заявил, что с теми, кто покинул РФ и желает ей гибели, нужно действовать по закону, но не следует забивать о правилах военного времени. Бывший президент Медведев предложил вспомнить опыт Великой Отечественной войны и опыт других стран. Он отметил, что во времена войны всегда были специальные правила и тихие группы безукоризненно незаметных людей, которые их результативно исполняли. В Москве уже строится 200 новых храмов, но требуется больше, патриарх Кирилл. Нигде в мире, ни в одном городе, тем более ни в одной столице не строится сегодня 200 христианских храмов. А мы сознаем, что 200 мало и уже есть планы строить больше. Почему? Да потому что потребность народа в этом есть, сказал епископ после литургии в Успенском соборе Московского Кремля. Машины массово примерзли к фекалиям в Воронежском дворе. 8 января воронежцы рассказали, что на улице Шишкова прорвало канализацию. Зловонная жижа растеклась по двору под припаркованные автомобили. Мороз сделал свое дело и в фекалиях представительски вмерзли машины. Соответствующие фото местный житель показал в соцсети. Хакамада поела говна и назвала всех мобилизированных идиотами. Забрали прямо с работы. А у тебя нет денег и связей. Идиот. Смотрим. А среди ваших знакомых есть те, кого мобилизовали? Кому пришлось пойти на фронт? Нет. Моих нету. Они не идиот. А один знакомый у него знакомого забрали с работы. Его уже убили. Французская компания, которая должна была построить для РФ-15 газовозов, приостанавливает сотрудничество с РФ. Газ, транспорт и технигаз с 8 января прекращают сотрудничество по контракту с российской судостроительной компанией «Звезда». Обязательства по строительству 15 газовозов ледокольного класса GTT выполняться не будут, сообщили в ее пресс-службе. Газ, транспорт и технигаз инжиниринговая компания, которая является мировым лидером в сфере мембранных контейнерных систем и используется для транспортировки и хранения сжиженных газов. Поселок Монетный под Екатеринбургом остался без отопления. При этом на термометре стойки 30-градусный мороз. Собственник котельной не выходил на связь, поэтому вскрывать помещение решили без его участия. Об этом рассказал мэр Березовского Евгений Песцов. К слову, несколько минут назад стало известно, что тепло в дома начали возвращать, котельную запустили. Найден порыв в сети, который, вероятно, стал причиной остановки котлов. Место порыва заглушено, сказал Евгений Песцов. Но информации до сих пор от начальника котельной нет. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что он вместе с чиновниками местной администрации прошел курсы переподготовки в лагере ЧВК Вагнер. Первую неделю нового года с коллегами из администрации Курской области и курянами из добровольной народной дружины занимался в лагере переподготовки ЧВК Вагнер в окружении настоящих мужчин-патриотов РФ. Уже сотни курян здесь и на площадках в нашем регионе прошли курс обучения и смогут защищать родную землю, а также поддержать нашу армию в случае необходимости, написал Старовойт в своем канале. И плевать, что за плечами у зэков солидный список убийств, грабежей и изнасилований. Им все равно потом дадут помилование. Замечательные, уважаемые люди. В Армении начали задержание участников протеста у российской военной базы в Гюмре. Митингующие обвиняют Москву в бездействии в ситуации с Лачинским коридором. С середины декабря перекрыли азербайджанскими эко-активистами с лозунгами «Россия, союзник Турция и Азербайджан». Они требуют вывод миротворцев и закрытия 102-й военной базы в Гюмре. В Киеве 57 тонн книг на русском языке отправили на переработку ради нужд ВСУ. В итоге книжный магазин на вырученные средства купил внедорожник, который передал армию. Утверждается, что сбор российских книг для дальнейшей переработки продолжится до мая включительно. Представители магазина называют акцию популярной среди горожан. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика.